Пал в месте печально известного лавайского котла, где украинская армия потерпела поражение и потеряла немало людей и техники. Там до сих пор идут пои и по одному выходят заблудившиеся солдаты. Пленные украинской армии, которых нашел наш корреспондент, утверждают, что они сражались с россиянами. Тимур Олевский сейчас на связи со студией из Мариуполя. Тимур, здравствуй, как слышишь нас? Здравствуй, Маша. Здравствуй, Миша. Действительно, сегодня днем мне стало известно, что в Старо-Бешево, это практически крайний самый ближайший к Мариуполю населенный пункт, где проходили эти известные, теперь уже печально известные бои, находятся пленные украинской армии. Мы отправились туда по дороге, на которой можно увидеть и украинскую технику, сгоревшую при неудачном выходе из окружения, попавшую под метки огонь, и расстрелянные автомобили полевых командиров, которые буквально накануне вчера вечером попали в засаду, подвергшись атаке. И вот, практически въехав в место, где совсем не работает никакая мобильная связь, нет света, мы попали в Старо-Бешево, который контролируют сейчас бойцы Донецкой Народной Республики. Там появился такой импровизированный блокпост, еще практически ничем не укрепленный, но уже довольно хорошо вооруженные люди с оружием самого разного калибра его охраняют. И увидели последствия танкового боя, который нам показывал как раз полевой командир из Старо-Бешева по имени Матвей. Он показал нам, как на улице украинская армия из танков стреляла по дому, испугавшись дружественного огня, и решив, что вместо выхода из окружения по гуманитарному коридору, который был обещан, ополченцы начали вести огонь. Но после этого, бросив танки, украинская армия вышла под белыми флагами, но вышла не целиком. И в здании милиции остались три человека, заблудившиеся, выходившие из-под окружения совершенно самостоятельно, полями. Но самое, как мне показалось, важное было узнать о том, как они себя чувствуют, и их свидетельство, что, по их словам, они воевали с россиянами. Я предлагаю сейчас это посмотреть. Количество высокотехнологического оружия, то есть там танки, противовоздушная оборона, они требуют очень серьезной координации и очень высоко обученного персонала. Я считаю, что это кадровые русские военные. Когда я шел по полям, я видел разбитую технику, я видел номера частей русских. Я считаю, что это интервенция. Номера частей не помните? Вряд ли. Извините, я после контузии. Вы можете повторить? Выходил я с окружения тоже 7 или 8. Я в днях уже запутался. Ребята российские на стол. Поймали в плен и передали в гуманитарному конвое, я не знаю, как это правильно называется, колонии. Привезли, не белые Камазы, а как. Ну там скорой помощи, солдаты. Ну разговор такой русский, чистый русский. Поделились с нами сухпоем своим водой. А они говорили, откуда они? Нет, мы с ними, ну то есть мы как в статусе военнопленных, не имеем права задавать вопросы. Единственное, что я помню хорошие слова, братья, что же вы делаете, что же вы губите друг друга. Ну когда мы объяснили, что мы еще в бою фактически не были, и что мы не могли губить друг друга, они с нами делились своей водой, что у них было на посту, делились и едой. Ну вот эта колонна собирали, груз 300, груз 200, это раненых, больных. И до сего места приехали, командир попросил, чтобы мы слезли до выяснения обстоятельств. Я не вижу жестокого обращения, честно говоря, я удивлю. А при каких обстоятельствах, где попали в плен? Я увидел, что я сражался на свою могиле, и я шел пешком в Волноваху. Скрывался, но меня взяли на блок по столу. Я так понимаю, что заступление украинской армии было довольно-таки неожиданным, скажем так. Оно больше делано бегство, но я хочу верить, что это украинская земля и сюда убедили. Нам сказали, что мы, типа, да, отступаем. И мы поехали. А как бы в плену оказались в итоге? Остановились на заправке. Так. И вас окружили? Вот это хаотическое отступление, конечно, прошлось по судьбам этих солдат. Кто-то из них был под Саур-могилой, кто-то из-под Иловайска выходили. Вот один из пленников, который сейчас находится в Старобешево, обращая на это внимание, их судьба, конечно же, вызывает беспокойство, потому что они сейчас находятся в плену. Именно там эти три человека находятся. И предварительная информация, которая есть у них, их отправят в Донецк, как отправляют всех солдат заблудившихся, которые выходят на блокпосты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики по дороге, например, в Мариуполь. От Старобешева до Мариуполя всего километров пятьдесят. Этим гарнизоном командует, как я уже сказал, командир Матвей, у которого на груди блестит новенькая медаль за боевые заслуги. Почти такая же, как в России, вообще неотличима, кроме, пожалуй, одного уточнения. Там флаг с надписью «Новороссия» и удостоверение, которое подписано стрелковым «И-И». Ну, а вместе с ним служит, например, мужчина, который себя называет «Хасан» или «Медведь». И сам он признался, что в Южной Осетии он служил в отряде в батальоне Сулима Ямадаева. А это война для него третья или четвертая. Вообще, я на этой войне встречаю немало похожих на него людей, которые утверждают, что это третья, четвертая, пятая война. И вот, когда мы уже возвращались обратно по дороге в Мариуполь, Мариуполь, который находится в томительном и напряженном ожидании того, что будет с городом, и город, который сейчас укрепляет свои фортификационные сооружения, мы увидели, как в поле продолжаются бои, какие-то продолжаются столкновения между силами украинской армии и непонятно уже теперь кем противникам, который наступает со стороны лавайского котла. С расстояния нескольких километров, коллеги, бой выглядит, ну, может быть, даже красиво, дымки и поле, а там, на самом деле, настоящая война происходит. Вот с этим настроением вернулся в Мариуполь я и узнал, что сегодня ополченцы, не ополченцы, простите, а волонтеры, которые помогают местным территориальным батальонам, продолжали активно копать окопы и готовиться к возможному наступлению с самых разных сторон сил, которые они здесь почему-то называют российской армией. Коллеги. Продолжение следует...